В одни сомнения, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, «Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык». Миниатюры Ивана Сергеевича Тургенева известны каждому школьнику. Способность владеть родным языком или культурой речи – одна из самых главных характеристик любого человека. Эту мысль впервые высказал еще Сократ. Народная поговорка «Язык мой, враг мой» уже не один век предостерегает нас от речевой несдержанности. Подумать только, тысячелетиями человек учился произносить звуки, бездну времени потратил на изучение слов, но говорить грамотно учится до сих пор. Мы решили провести небольшой эксперимент на улицах нашего города. Несколько слов, в которых нужно расставить ударение, мы предложили произнести вслух случайным прохожим. «Илл» позвонил. А, позвонил, да, позвонил. Баловал. Баловать. Баловать. Правильно. Баловать. Баловать. Обеспечение. Обеспечение. Так, на «е». Торты. Торты. А может, торты? Нет, нет, торты. Торты. Красивее, красивее и вручит. Позвонил, баловать, без очков не вижу. Обеспечение, торты, красивее, вручит или что-то? Позвонил, баловать, обеспечение, торты, ой, красивее. Вручит, позвонит, баловать, обеспечение, торты, красивее и вручит, не знаю. Владимир Маяковский назвал слово полководцем человеческой силы. И это не случайная метафора. Культура речи – индикатор, по которому можно выверить общую культуру человека. Будьте внимательны к слову, к речи, к родному языку. Вспоминая несправедливо забытого классика, мы прикасаемся к страницам нашей истории. К той культурной среде, в которой формируется народное самосознание. Именно среда, окружающая человека, есть один из важнейших факторов, формирующих его как личность. Внутренние и внешние аспекты, влияющие на формирование речи человека с самого детства. Сейчас изучают новая наука. Ее называют психолингвистикой. Вопросы этнолингвистического, этноисторического мышления – тема отдельного разговора. Но отметим, преуменьшать значение окружающего мира на то, как владеет речью человек, никак нельзя. Мы должны заботиться о том, чтобы и среда, в которой мы живем, она тоже была чистой. Но если мы посмотрим на те вывески, на те растяжки, которые в городе в нашем есть, мы увидим, что здесь много того, что в свое время еще Гоголь высмеивал. И грибоедов, смешение французского с нижегородским, а сейчас мы можем говорить о том, что смешение рязанского с американским, с американизмами, англицизмами. Защитить речевую среду города. Почему? Что такое речевая среда? Это одно из ключевых понятий в методике преподавания русского языка. Писатели, поэты, философы и критики. В творчестве большинства классиков можно встретить рассуждения о русском языке. Без поэзии вообще не обойтись. С каждой звездою и с тучей, с громом готовым упасть, чувствую самую жгучую, самую кровную связь. Вот эта кровная связь через язык осуществляется. Или Петр Вяземский. Это же всегда было у всех в нашей русской поэзии, что такое язык. Язык есть исповедь народа. В нем слышится его природа, его душа и быт родной. Вот мы все должны объединиться для того, чтобы сохранять чистоту, исконную чистоту, как храним мы родники лесные. Иван Сергеевич Тургенев, лучший друг Якова Петровича Полонского, не раз выражал трепетную любовь к родной речи. Еще со школьной скамьи все мы помним миниатюру о великом и могучем русском языке. Между тем, призыв сохранить, сберечь свой язык не случайен. Ольга Алексеевна Скрябина рассказала о тех негативных тенденциях, которые наблюдаются в последнее время в жизни русского языка. Если оценивать современные состояния культуры, литературы, языка, то можно говорить о том, что, вот как констатируют лингвисты, Виктор Владимирович Колесов и многие другие, говорят о том, что значительно сократилось число носителей языкового культурного стандарта. В массовом сознании происходит смена нормативной и литературной основы, переход от авторитета письменной речи к устной публичной. И далее. И самое страшное, что происходит. Действительно, человек отчуждается от родного языка. Что происходит? Оторжение от языка. Восприятие родного языка как чужеродного явления, что, безусловно, свидетельствует о духовном кризисе. До уроки русского языка мы должны создавать искусственную речевую среду с богатейшим развивающим потенциалом. Потому что вот все богатство языка заключается не в учебнике русского языка. И не случайно Светлана Ивановна Львова назвала свои книги очень полезные для учителей за страницами школьного учебника. Потому что за страницами школьного учебника тексты, прекрасные тексты, русская литература в первую очередь. В таких условиях особенно сложной и ответственной становятся задачи школьных учителей – показать, наставить, раскрыть потенциал учеников. Учитель – это ключевая фигура, ключевая фигура. Сам образ учителя, масштаб его личности способен воспитать человека. И знание самого учителя, его предметная компетенция, его образованность, его интеллигентность, его образ в целом учителя – это то, что больше всего может остаться в памяти ученика и стимулирует его к познанию предмета. Я знаю, что есть у нас замечательные учителя, которые именно так и работают. Вот я могу назвать Наталью Алексеевну Лысенко из 69-й школы, Елену Викторовну Орлову из 51-й школы, Любовью Астерину Комиссарову из 11-й школы. Я очень жалею, что недавно с ними знакомы. Потому что когда я привела своих студентов к этим учителям, они ушли в восхищение. И я сама тоже. Потому что это не работа учительская, это служение. Новые тенденции, проникая в систему образования, незаметно становятся и частью нашей жизни. О том, какие изменения претерпевает наш родной язык, мы поговорили с протеиереем Сергием Рыбаковым. И отец Сергий также уточняет. Все настолько взаимосвязано, что допуская инородные вторжения в родной язык, мы допускаем нарушение целостности этнокультурного пространства. Импульсы, которые у меня формируются, они должны получить оформление. И оформление это происходит в языке. Согласна, да? Так вот, именно... Но причем это не только отношение к природе. Это отношение между людьми. Это отношение к Богу, к Творцу. Оно все требует определенного языка. Поверьте, пожалуйста, что современный сленг молодежный, он абсолютно не отражает правильных отношений. Приведу пример, уж такой немножко грубоватый, но попробуйте заповеди блаженства заменить, вот в них слово «блажен» заменить на современный молодежный сленг, например, «клёво», «кайфует», да. Это будет богохульство. Поэтому не готов, не может этот язык выражать правильное отношение. Но не кайфует нищий духом. Вот, облаженный. Славян невозможно победить. Мы убедились в этом за сотни лет. Но славянам можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя. Знаменитое высказывание железного канцлера Отто фон Бисмарка все чаще можно видеть сегодня в социальных сетях, на страницах тех, кто понимает, какое давление извне идет на наш народ. Но тому же Бисмарку принадлежат и другие слова. Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах, собственно, русских. Эти последние, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути. В 2015 году ученые-лингвисты вспоминают еще одну важную дату – 85 лет со дня рождения Олега Николаевича Трубачева. Теория Дунайской прародины славян, принадлежащая Трубачеву, это та теория, которая, по мнению профессора РГУ Елены Викторовны Архиповой, призвана объединить славянский мир в пору дезинтеграции, как когда-то трехлетнее путешествие Срезневского по славянским землям сыграло решающую роль в деле объединения славянских народов. Но прежде всего имена Измаила Срезневского и Олега Трубачева в ученом мире связаны с такими культуроемкими понятиями, как славянский мир, русский язык, история. Срезневский оставил свой след в истории России как создатель уникальной книги трехтомного словаря по материалам древнерусской литературы. Благодаря ему наши современники имеют ключ к древним славянским текстам. В XX веке более 30 томов этимологического словаря славянских языков Олега Трубачева стали важнейшим научным событием в жизни России и всего славянского мира. Благодаря этим книгам реально осуществляется связь времен. Около 40 лет назад был проведен следующий переводческий эксперимент. Небольшой отрывок из повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем Гоголя последовательно переводили с языка на язык двумя десятками профессиональных переводчиков, преподавателей и студентов. Когда текст вновь был переведен на русский, его смысл кардинально изменился. Фраза из вышеуказанного произведения Николая Васильевича Гоголя была выбрана следующая. Она сплетничала и ела вареные бураки по утрам и отлично хорошо ругалась. И при всех этих разнообразных занятиях лицо ее ни на минуту не изменяло своего выражения, что обыкновенно могут показывать одни только женщины. Речь идет об Агафье Федосеевне, той самой, что откусило ухо у заседателя. Сначала текст был переведен на английский, потом на немецкий. Далее в цепочке шли японский и арабский, в котором глагол «ругаться» уже был изменен на «извергать страшные проклятия». Перевод на французский стал выглядеть так. Она имела привычку чесать языком, когда ела свекольный бульон. Из ее рта вылетал поток отборных словечек. И все это без малейшего выражения на лице. Так поступают все женщины. В индонезийском языке, на котором был осуществлен перевод с французского, нет категории рода, поэтому в тексте смешались «она» и «он». Текст прошел через голландский, турецкий и испанский языки, каждый раз претерпевая изменения. На языке йоруба оригинальные вареные бураки стали уже варевом из плодов земли, а сплетничать – хвастать своими мнимыми подвигами. Далее текст вновь был переведен на английский, причем переводчик внес свои лексические поправки. Плоды земли стали фруктами, выбрасывать ругательство превратилось в выбрасывать нехорошие штуки, а хвастать своими мнимыми подвигами переведено на английский, как «витвлетавры». После перевода на язык африканского племени Бамбара, затем вновь на французский и на итальянский, Гоголевский отрывок получил следующее прочтение. Она пила компот и выбрасывала из дома ненужные вещи, а он бил в там-там, выражая почти женский восторг. Затем свою логику в описание событий вносили переводчики чешского, норвежского и шведского языков. Наконец, эксперимент подошел к концу, а текст вновь перевели на язык Гоголя. Однако найти в нем хотя бы что-то общее с оригиналом, не зная всей цепочки перевода, невозможно. Выпив компот, она выбросила из хижины старье, а он радостно забил в там-там. Единственное, что можно с большой степенью уверенностью утверждать, так это то, что язык стремится к экономии средств. Вот почему распространенное гоголевское предложение трансформировалось в довольно короткую фразу. Эксперимент подтверждает, при переводе неизменно возникают сложности и искажения изначального смысла тех или иных понятий. Поэтому прежде чем заменить родное слово на иноязычное, хорошо подумайте. В конце концов, русский язык настолько богат, что всегда можно подобрать синоним, который в полной мере отразит нужный оттенок смысла. В любой эпохе, при любых обстоятельствах, всегда есть те, кто любит родной язык, хранит традиции и помнит, что силы народа в единстве. С вами была Марина Комиссарова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова